В Высшем Собрании, вплоть до пробуждения, я принимаю прибежища. Пусть силой заслуг от совершенных мной даяния и прочего, стану я Буддой во благо живых существ. Какую бы небольшую добродетель я не накопил посредством простирания, подношения, раскаяния, сорадований, обращения с просьбой и мольбой, все это посвящаю просветлению всех живых существ. Эту основу земли, умашенные благовоненными, украшенную цветами, хорошую меру, четырьмя материками, солнцем и луной, представляя чистой землей Буддой, подношу. Пусть все живые существа смогут наслаждаться совершенно чистой землей в соответствии с разными устремлениями и разнообразными способностями существ. Прошу, поворачивайте колесо дхармы, обычной, малой и великой колесницей. Бранде Бонид и Моель детьми иing ahead все живые. Прошу, поворачиваете колесо д marge. Рак어 непросто. Рей встагу. Раке Целин coreants оставь. Расскажим. Людмила. Ра시되,�στε. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В целом существуют разные методы, благодаря которым практикуемая наша Дхарма становится путем. Есть методы Малой Колесницы, есть методы Великой Колесницы. Но когда мы говорим о четырех Дхармах Гампопы, то здесь второе положение из четырех Дхарм Гампопы всегда связано с путем Махаяны. В особенности замысел Дхарм Гампопы, который прояснил Дхарм Гампопы, заключается в том, что в конечном итоге мы следуем одной Колеснице. Драгоценности Освобождение в сочинении Джекампопы также говорится об этом. А также в коренном тексте четырех Дхарм, который составил Хлоу Гампопы, сказано о том, что три Колесницы излагаются, поскольку существуют различные ученики с разными способностями, и для того, чтобы вести их по пути, в условном смысле изложены средства различных Колесниц. Но только это условное, но на высшем уровне все это является лишь словесными описаниями. И Хлоу Маяпа опирается на слова учителя-наставника Пема Карпо. Вкратце, в других сочинениях Джекампопы касательно второго положения из четырех Дхарм говорится о том, что мы, опираясь на относительную истину, закладываем основание обретения пробуждения, а опираясь на абсолютную Бодхичитту, мы отсекаем цепление за истинное существование. Также другой наставник Шан Ютагба говорил о том, что когда Дхарма становится путем, тогда это становится противоядем от кармы и омрачений, противоядем от омрачений. И если мы не породим Бодхичитту, то тогда это не станет средством обретения полного пробуждения. Мы упадем в колесницу Шраваков и Пратикабуд. В целом, является наша практика махаянской или не является, зависит от наличия или отсутствия Бодхичитты. А возникновение Бодхичитты в своем сознании зависит от великого сострадания. Великое сострадание зависит от любви, от милосердия. Это указывает на то, что мы постепенно взращиваем все эти добродетели. Невозможно сразу же мгновенно породить себе Бодхичитту. Поэтому здесь идет речь о любви и сострадании, на чем я и остановлюсь. Вчера Я немного устал. В эти дни удается только поспать 3-4 часа, и очень занят в эти дни. Я чувствую себя обеселенным. Вы видите за мной бамбуковые ростки? Такие же бамбуковые ростки, как в мультфильме «Кунг-фу панда». Вы, наверное, видели этот мультфильм. Я иногда вспоминаю. Что некоторые говорят, что я похож на «Кунг-фу панда». И вот перед вами живой «Кунг-фу панда», за которым есть настоящий бамбук. В целом, любовь и сострадание, в особенности, любовь — это в первую очередь желание, чтобы другие обладали счастьем. А сострадание — это желание, чтобы другие избавились от страданий. Я думаю, что все вы уже знаете об этом. Но когда мы говорим о махаянском, в махаянском понимании о любви и сострадании, то смысл этих вещей гораздо более обширный. Любовь и сострадание должны быть частью нашего отношения к другим живым существам. Что же это означает? Например, В повседневной жизни, когда мы сталкиваемся с другими людьми, то иногда нам легко проявлять к ним уважение. Это происходит из-за того, что мы обладаем симпатией. Когда мы симпатизируем кому-то, нам легче уважать такого человека. Любовь таким образом — это умение сострадать другим. Но и мы должны обладать еще большим, еще более обширным отношением. Умение сопереживать, разделять страдания других, то есть испытывать на себе их участь. Это называется эмпатией. Но тем не менее, любовь и сострадание — это не просто умение разделять страдания других. Они еще более любимые по своему смыслу. Я полагаю, что это именно так, потому что любовь и сострадание — это эмоции. Это не просто эмоции, но это фундаментальное умение понимать, положение вещей. Понимание окончательного положения вещей заключается в том, что мы видим, что мы и другие нераздельны друг от друга. Когда мы видим эту нераздельность, мы узнаем в других себя. С безначальных времен живые существа опираются на концептуальные обозначения. и при этом когда они видят психофизические совокупности, которые относятся к ним самим, они обозначают это понятие словом «я». А когда видят совокупности других существ, они обозначают это понятием «другие». Из-за этого возникает деление на себя и других. в нашем мире сейчас есть такие народности, у которых тем не менее есть отсутствуют в языке четкие понятия, которые делят себя на других. и в действительности, даже если нам кажется, что мы и другие полностью отличаемся, но в действительности это различие не существует между нами и другими. пропасть, которая показывается, пропасть, которая возникает между нами и другими, она на самом деле не существует. когда мы видим это положение вещей, когда видим единство нас, самих себя с другими, тогда мы перестаем различать себя и других живых существ, перестаем создавать границы между собой. Мы перестаем относиться к другим как абсолютно независимым от нас существам. Такие мысли, такие мысли, как этот человек не имеет никакого отношения ко мне, эти существа не связаны со мной никакими отношениями, вот такие мысли они отступают. А мысль, что каждый из нас является отдельным, независимо существующим, единичным живым существом, это все является продуктами нашего рассудочного мышления, это все является умственными построениями. мы очень сильно привыкли к такому мышлению, в котором присутствует деление на себя и других. Мы даже не подвергаем сомнению привычное нам мышление. Приведу простой пример. Наша земля, наша планета состоит из многих государств. Государства отделены друг от друга границами. Границы это условные вещи, которые придуманы людьми. но если мы посмотрим на физическую карту нашего мира, то мы не увидим этих границ между государствами. Когда дерево произрастает, оно не ведает, в каком государстве оно растет, ей без разницы. Когда птица летит по небу, она не думает, что пересекает пределы одного государства и входит в территорию другого. Границы возникают, когда возникает государство, возникает деление на различные страны. границы И точно так же, хотя между нами и другими существами не существует границ, мы из-за цепления за истинное существование возводим эту стену, которая отделяет нас от остальных. эти границы мы возводим по признаку несоответствия расы, за то, что у других другое телосложение, другое тело, другие внешние признаки. Это все происходит из-за того, что у нас весьма сильно проявляются отпечатки двойственного восприятия. Посмотрим на наше тело. Наше тело позволяет нам наслаждаться различными чувственными объектами. И вместе с этим наше тело препятствует тому, чтобы потенция нашего ума проявилась в полной мере. Но когда сознание отделяется от тела, иллюзорное ментальное тело, которое может проходить везде, это тонкое тело. Наше сознание после смерти находится в ином положении, в котором оно обладает большими способностями. И наставники говорили о том, что состояние бардо в промежуточном состоянии у нас больше способностей, нежели когда мы обладаем этим физическим другим телом. если любовь и сострадание, которые излагаются в Махаяне, объяснять через обыденные представления, то если объяснять любовь и сострадание, которое излагается в Махаяне, то необходимо объяснять так, что между нами и другими нет больших отличий. Если, например, другой человек заболел, то эта болезнь может перейти и к нам. Мы можем подхватить эту заразу. И святые наставники в своем чистом восприятии о полном любви и сострадании видят равностность себя и других. В своем восприятии духовные подвижники не проводят различий между собой и другими существами, но воспринимают лишь равное положение, равностность, схожесть себя и других живых существ. Поэтому мы говорим, что надо заботиться о благе других превыше своего блага. понимание. И когда вы слышите подобные наставления, не надо думать, что мы должны уподобиться бездумным героям, которые прыгают в горящую яму. правильные понимания. Но здесь говорится о том, что мы должны обвести правильное понимание, исправить наши ложные знания и вместо них породить правильное, верное знание, которое соответствует действительности. когда вы видите, что когда вам кажется, что вы это нечто независимое, постоянное, единичное существо, которое не имеет никакого отношения к другим, когда вы избавляетесь от этих представлений, тогда вам гораздо легче зародить любовь и сострадание. Ваши близкие, родные, по отношению к ним легче, конечно, проявлять заботу. но чтобы научиться заботиться о других, научиться заботиться о других превыше себя, то это, конечно же, для нас сложно. поэтому говорится, что необходимо взращивать отречение и благодаря отречению породить любовь и милосердие сострадания к другим живым существам, которые приведут в бодхичите. Чтобы породить бодхичит, то мы проводим практику уравнивания себя с другими, проводим практику замены себя на других. я думаю, что каждый из нас в состоянии совершенствия обладать этой практикой, подобно буддам и бодхисаттвам, которые совершенно не проводили никаких различий между собой и другими. Будды и бодхисаттвы не используют таких обычных представлений, где задействуются понятия «я», «они», «я» и другие. Скорее, они другим относятся как к своей части, как части своего естества. Поэтому будды относятся как всем живым существам равностно. они будды и бодхисаттвы свободны от оков грубого физического существования. У них нет такого же тела, как у нас, которое состоит из плоти и крови. Они вышли за пределы такого грубого физического существования и являются собой проявление чистой мудрости. И перед этой мудростью не существует каких-либо преград. град. И поэтому все, кто обретает пробуждение, сразу же обретают всевидение. Когда мы возносим им молитвы, считаем молитвы, то нам необходимо, чтобы наши устремления, которые мы взращиваем внутри себя, наши внутренние устремления соответствовали тем словам, которые мы читаем. в случае обычных людей иногда слова наши расходятся с делом. Наши слова расходятся с тем, что мы на самом деле чувствуем. Но что касается будд и бодхисаттв, то они всегда совершают так, как они думают. их дела не расходятся с их намерениями. Будды бодхисаттвы никогда всем относятся равностно. Они не делают отличий между тем, кто совершил наибольшее подношение, кто преподнес наиболее яркую лампаду. Они не говорят, что необходимо призовить этого человека вначале, который сделал самое обильное подношение. У них нет такого отношения. И Будды видят все явления в полноте, видят одновременно все явления трех времен. тэнтфол 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 и Они не делают различий между их последователями, которые возносят им молитвы, совершают подношения. Они ко всем им относятся разностями. Они также не видят, что между простыми существами существуют отличия. Для них мы – это члены семьи. Никому из существ Будды не относятся к незнакомым, сторонним существам. Но для нас же кажется, что Будды и Бодхисаттвы – это некие незнакомцы, которые пребывают где-то далеко от нас. Но в действительности все Будды и Бодхисаттвы каждое мгновение пребывают рядом с нами. Нам же кажется, что Будда – это тот, кто пребывает в чистой обители Аканишта, что это некто большой, великий, который, держа бинокль в руке, смотрит на нас свысока. Но это не так. Махаянская любовь и сострадание – это для обретения любви и сострадания в духе Махаяна необходимо развивать понимание окончательной природы, раскрывая суть. Если в этом случае мы достигаем знаний и возносим молитвы, чтобы все живые существа обрели счастье, избавились от страданий, от причин страданий. И при этом это для нас не простые сухие слова, но мы и возносим эти молитвы искренне, от всего сердца. Верим в то, что эти молитвы сбудутся, мы можем воплотить в жизнь наши устремления, тогда в один день мы увидим, что мы и все живые существа не раздельны друг от друга. Мы увидим нашу нераздельность. И тогда мысль или отсутствие духа мужества, что нам не удастся сделать так, чтобы все живые существа сдали счастливыми, и чтобы они смогли избавиться от страданий, что нам это не под силу, такие мысли отступят. Если мы изгинем, будем возносить эти молитвы, будем верить в это. Далее. Третье положение из четырех дхарм Гампопа заключается в том, что путь устраняет заблаждение. Я позвольте вкратце прочитать слова из текста. Обретая такое понимание, необходимо устранить заблуждение на пути. Осознанием непостоянства вещей устраняет заблуждение в виде цепляния к этой жизни. Осознавая закон кармы, устраняют заблуждение дурных воззрений. Осознавая ущербность сансары, устраняют заблуждение в виде привязанности к сансаре. Взращивая любовь и сострадания, устраняют заблуждение малой колесницы. Созерцая, что явления, подобные сну и иллюзиям, устраняют заблуждения, связанные цеплянием за реальное существование. Говоря в целом, последующие постижения устраняют предыдущие заблуждения. В целом, это третье положение можно объяснять с точки зрения этапов пути великой личности. Также существует другой способ, где третье положение можно объяснить с точки зрения всех этапов, всех трех личностей. А также можно изложить с точки зрения тайной мантры. Хотя у нас еще много времени остается первой сессии. Но мы первую сессию завершим на этом. Во время второй сессии. Сейчас у нас в Индии 7 часов вечера. 7 часов 38 минут. И следующую сессию мы начнем 20-30 по индийскому времени. Через 50 минут. Я не знаю, какое у вас местное время, поэтому озвучиваю индийское местное время. По индийскому времени мы соберемся вновь 20-30, то есть через 50 минут. Ааа, тосиенно. Ааа, тосиенно. Ура. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова